Арлот Вабенмой получила ценные указания от своего тренера. Поднимается Айгерем Амангелды, все в порядке с ней, и матч будет продолжен уже совсем скоро. Поиск-эдитер мяч в игру введет. Про Арсенал мы поговорили, про его регалии, давайте про команду из города Кокшетау тоже пару слов скажем. Этот городок совсем небольшой, находится на севере Казахстана, практически у границы с Монголией. Население чуть больше 146 тысяч. Совсем небольшой городок, и вот команда там есть как женская, так и мужская. Правда, как бы это правильнее сказать, все время чуть-чуть к Житпесу не хватает. Смотрите сами, в женской лиге Казахстана 6 серебряных медалей и 5 бронзовых. То есть всякий раз девушки были близко от титула, но вот чего-то не хватало. Там есть команда Биг Казыргурт из Казахстана, который в последнее время является лидером. Удар! И мяч в воротах оказывается. И все поздравляют Ману и Вабучи позволили ей мяч принять у штрафной площадки, проникнуть внутрь. И дальше она пробила неотразимо для вратаря Житпеса. И казалось бы, ну не самый сильный удар, но он действительно оказался очень точным. И среагировать на него было очень тяжело. Здесь другой вопрос. Вопрос об обороне. Как позволили? Да, вот мы смотрим на повторе. Куда смотрела опорная зона? В частности, Бегаим Киргизбаева. Это ее зона ответственности. Не успела она соперницу накрыть. Ну и посмотрите, прямо в притирку со штангой. Ну и отмечаем действие 23 номера. Мана и Вабучи великолепно действовал. Момент получила и тут же с носка отправила его в ворота. Вот такое начало, вот такой дебют для японской футболистки в составе Арсенала. Ну не зря же она вышла в стартовом составе. Тренер, безусловно, знает, что он делает. Не враг же он себе в конце концов. 1-0, Арсенал выходит вперед. И из логики игровых действий за первые 15 минут, пока еще не сыгранных, это вполне вытекало. Понятно, что Огжет Песу очень тяжело будет в этой кампании. В кампании с ПСВ. Ну а ПСВ и Локомотив, конечно, будем говорить позже. Этот матч мы ожидаем. Собственно, ради него мы и здесь сегодня собрались. В 17 часов, напомню, этот матч состоится также здесь на Сапсан-арене. Вот угловой сейчас посмотрим. Также Арсенал ее будет подавать. Вот отсюда, справа фланга атаки Арсенала. Уже я сбился со счета, какой по очереди будет угловой. Не то, что прям опасно, но тем не менее, рано или поздно количество просто может перейти в качество. И подбор за Арсеналом. И есть дальний удар, и мяч летел в створ ворот. Реагирует Айтач Шарифова. Переводит она мяч снова на угловой и снова с того же фланга. Фридом Моном. Нарвежская футболистка исполняла этот удар. Также новичок Арсенал. Ну и вот, наконец-то, небольшая пауза у нас в игре. И мяч уходит за лицевой линией. Есть возможность у девушек из Казахстана немножко перевести дух. Все-таки Арсенал в эти 15 минут их прижал достаточно основательно. Была ли это тактикой? Вот такой выйти и сразу соперника огорошить? Ну, посмотрим. Посмотрим, как матч дальше будет развиваться. С одним нападающим Укжит Пес играет. И понятно, что схема, скорее всего, больше для контратакующих построений. Четыре защитника в линию. Такие импровизированные 4-1-4-1. Четыре защитника, опорный полузащитник. Дальше четыре полузащитника и ярко выраженный центр форвард. Пока об атаке Укжит Песа что-то сложно говорить, потому что ее попросту и нет. К своим медалям в национальном первенстве Укжит Пес также добавил еще и 7 финалов в Кубке. То есть таких заходов, попыток много, но титулов нет. И я уже говорил, Биг, Козыгурд это лидер женского футбола в Казахстане. Выигрывает абсолютно все. И вообще не теряет очков в чемпионате. И также эта команда будет выступать в Лиге Чемпионов по пути чемпионов. Вполне может оказаться и во втором раунде. Сейчас все футболистки на правой половине поля. Снова и в обуче вперед прорвалась. Фридом Моном. Не точная передача. Ну и что с атакой? Пока ничего не получается. И вот такой рабочий крестьянский вынос. Правда это свечка. Небольшой пожар. И мяч уже внутри штрафной площадки. И что? Пенальти. Это пенальти, друзья. Забили. Забили футболистку Арсенала. И заранее на другу канонирки уже поздравляют. Но рано, рано. Еще пенальти надо забить. Но нарушение правил было вообще без сомнений. Это железобетонный пенальти. Отсюда из комментаторской. Это видно даже без всяких повторов. Понятно, что... Не хотела этого Айдана Кустай. Но тем не менее. Это 100% нарушение правил. И к мячу подходит капитан Арсенала. Ким Литтл. Да? Десятый номер. Удар и мяч в воротах. Как-то буднично, да? Но вот тем не менее. Вот такое уже хорошее преимущество Арсенала. Литтл здорово здесь разобралась. Шарифу мяч в полет угадала. Но вот среагировать по-настоящему не смогла. Ну и удар был хороший. Давайте бьющую отметим. Прямо под штангу. Пробила Ким Литтл. Это шотландская полузащитница. Арсенала. Игрок национальной сборной Шотландии. Еще раз смотрим. Вот здесь нарушение. Вивьен Мидема. Ну да, здесь вообще нечего обсуждать. Конечно, пенальти. Вот таким образом 2-0. Счет у нас становится. Ну и... Начало не самое радужное. Для команды из Дружественной Республики. Еще раз повтор удара. Да, здесь очень уверенно пробила Ким Литтл. Здорово, Пэр. Передача в штрафную площадку. Мясо здесь с низом. Качется, а здесь? А здесь недовольны футболисты Огжит Песа, но очень... А, здесь еще и положение вне игры зафиксировано. На дальнем бровке Ленка Павлачкова работает. Но очень уверенно главный арбитр показал, что не было нарушения. Нга-Манга оказалась на газоне. Но, по мнению рефери, без помощи соперницы она оказалась на газоне. В любом случае пенальти не назначен. Но вот она первая вылазка номинальных гостей. На чужую половину, правда, ничем существенным не увенчалась. Но, тем не менее, задергать соперниц нужно обязательно. Потому что весь матч обороняться не получится. Здесь еще и повреждения получает Мбен Гоно. Так, мяч достаточно опасно летел. И головами столкнулись. Да, вы видите левый защитник Арсенала. Кэти Маккейп. Также оказалась на газоне. Игрок ирландской национальной сборной. А вообще почти все игроки Арсенала это представители своих национальных сборных. Поэтому команда здесь все опытная. Да, может быть без ярких звезд. Но, тем не менее, команда опытная, сбитая. И прекрасно знает, что от нее хочет тренер. Небольшая пауза. И вот, да, мы здесь эпизод посмотрим. А, это не Маккей была. Это Шарлотт Вабен Мой. Но с ней это все в порядке. Хотя мне тоже она там присела. Но вот с Катериной Бенгуно пока непонятно, что. Но пожелаем ей здоровья, конечно. И, безусловно, матч продолжить. Врачи колдуют. Нам показали седьмого номера. Жанса Казиеву. И вот здесь на бровке. Хорошее настроение у футболистка Арсенала. Ну, а что тут? Горевать. Полтайма сыграно. 2-0 выигрывают. И это, конечно, большой шаг вперед. В плане отбора в следующий раунд. Ну, и здесь еще раз на пенальти показывают. Ну, вообще без вреда. Ну, как такое отбить? Мяч прямо в штангу летит. От нее залетает. И, собственно, прыжок-то вратаря был неплохой. Вот так вот с ленточки она оттолкнулась. Но такие удары не берутся. Мы ждем возобновления матча. Болельщики подтягиваются на стадион. Понятно, что все они в приспешении матча именно с женской футбольной командой Локомотива. Но так вот посмотреть на потенциальных соперниц по финалу первого раунда, почему бы нет? Неофициально порядка 300. 300 болельщиков сегодня ожидается. Вот на первом матче, ну, прям скажем, цифры, пожалуй, завышены. Хотя вот западная трибуна напротив нас и восточная, которая располагается наша позиция, зрители есть. Что-то вот такое, ну, может быть, около сотни болельщиков и болельщиц сегодня есть. В общем, без внимания этот турнир не останется. А у нас, похоже, что замена. И причем замен в составе английской команды для Шарлотт. В Абон Мой этот матч закончился. Анна Паттон выходит на поле. Да, ну вот получила повреждение. Скорее всего, просто врачи не стали рисковать своим основным футболистам. Такие потенциальные финалы еще впереди. И там в Абон Мой, безусловно, пригодится. Анна Паттон появляется на поле. Ей 22 года. Она воспитанница Арсенала. Совсем молодая девушка. И вот сейчас получает свой шанс. Вот не зря говорят, что любой футболист, который находится в заявке на матч, он должен быть готов, заряжен, потому что в любой момент он может появиться на поле. Вот, пожалуйста, вот для нее тоже шанс поиграть в Лиге Чемпионов и попробовать закрепиться в основном составе. И вот, собственно, она сейчас с мячом и была. Все, вознагрелась у нас встреча. Составил кжитпеса. Замены нет. И вы знаете, такое ощущение, вот я смотрю, построение обороняющихся. Вот в данном случае у кжитпеса такое ощущение, что 5 защитников. Вот раз, два, три, четыре. И вот там справа. Конечно, не от хорошей жизни, но приходится Катарине Бенгуно опускаться и играть значительно ниже. Потому что там численный перевес у футболисток из Англии. Старается комбинировать канонирки. Шикарная разрезающая передача и мяч уже в штрафной площадке. А здесь такой мягкий заброс. И еще одна передача уже внутрь штрафной площадки. Вратарьской. И оттуда удар последовал. Вратарь справилась, но другое дело, что повреждение получает защитник. И снова нужно появление медиков на поле. Да, там резервный рефери снова их зовет. Просит их. Ну, в хорошем расположении духа резервный арбитр. Посмотрите, улыбается. Но посмотрим, будет ли улыбаться медицинская бригада. Потому что там, похоже, что-то серьезное. Столкнулись две игроки. Два игрока. Оказалось, и команды. Геодем Кандем оказалась на газоне. И вот сейчас ей будут оказывать помощь. Возможно, просто неудачно приземлилась. А может и последствия столкновения. Трежеволосый молодой человек был главный тренер Арсенала. Йонас Эйдоваль. Ну, я думаю, что если какие-то волнения у него перед этим матчем и были, то, пожалуй, его сейчас отлегло. Ну, и Айдпай Жамантаев, главный тренер Угжет-Песа. Также на ваших экранах был. Синяя форма неспроста Угжет-Песа. Дело в том, что, если так, грубый перевод на русский язык города Кокшетау, это как раз синяя гора. Поэтому вот в таких синих футболках и шортах. Играют сегодня номинальные гости. Ну, и, прямо скажем, играют неважно. Понятно, что играют настолько, насколько могут. Тягаться с представителями первой четверки тяжело. Просто разный уровень, но надо стараться. Надо стараться, надо цепляться, грызться. В общем, всеми доступными способами надо стараться вернуться в этот матч. Это женский футбол, и он от мужского отличается, понятно, скоростями, но и своей эмоциональностью. Здесь все-таки один единственный мяч может очень многое значить. То есть, надо опускать руки, надо просто продолжать методично бороться и искать свои возможности. В общем, ничего нового я здесь не сказал. И еще одна передача уже внутри штрафной площадки. Здесь аккуратнее нужно действовать, ни в коем случае не сбить соперницу. А там снова была Ивабуч очень активная. Если кого-то отмечать по первому тайму, то, пожалуй, именно японскую полузащитницу Арсенала я бы отметил. И гол забила, и по всему фронту атаки действует. И вот сейчас еще один угловой заработала. Жансая Казиева. Мяч у нее выбила прямо из-под ног. Видно, что аккуратно она так подкрадывалась к сопернице, чтобы не ударить ей по ногам, чтобы еще один пенальти не поставили. Угловой. Еще одна подача в район центра штрафной площадки. И скидка. И дальше здесь вынос. У кого мяч останется, но мяч всего лишь уходит за боковую с тем, чтобы... Боя Сторонсон ввела его и за боковой. А может и не она. Да, оставляет Симоне мяч своей одноклубнице. Кэти Маккейп, левый защитник. Вот теперь это точно она. И здесь заброс штрафной в расчете на Вивьен Медема. Вивьен Медема это лучший бомбардир чемпионата Англии. Двух... Поза-поза прошлого и позапрошлого. В прошлом уже была не она, а вот два... В общем, второй момент. Продолжим после удара. И вполне сейчас могла именно... Одиннадцатый номер, Левьен Медема, могла забить третий мяч ворота УГЖК Песа, но не случилось. Так вот, только лишь в прошлом сезоне она не стала лучшим бомбардиром. А вот до этого в двух сезонах подряд она и в своем клубе больше всех забивала, да и среди всех английских футболисток была лучшей. Ну и к этому она добавила еще в семнадцатом году золотые медали чемпионата Европы. Тот евро проходил в Нидерландах домашний для себя и в финале голландки переиграли датчанок. Ну и снова у режиссера, пожалуй, не самая сложная работа. Ну, в плане того, что камеру держать на правой стороне, здесь на левую не надо мотать. Вот так. Главное, чтобы не заснула наша творческая бригада. Еще один заброс. Литл. Прекрасная скидка. Медема мажет. Из такой ситуации главой, правда, назначается. Какой же по счету? Шестой. Ну, визуально казалось, что их больше. Ну, вот как думаете, друзья? Десятку наберут в первом тайме? Я думаю, что наберут. Такими темпами. Нам еще статистику ударов в створ показали. Ну, здесь достаточно все красноречиво. Четыре удара в створ у Арсенала, и из них два гола. И два из них нанесла Вивьен Медема. И продолжается эта задержанная атака. И снова футболист Кокжи-Песа на газоне. И видит это Катаржина Лисек-Ассек. Вот только сейчас она встреча останавливает. Так, и снова бригада медиков. Ну, я думаю, что им просто далеко не стоит уходить. Они здесь у кромки стояли, и снова на поле появляются. Много столкновений. И еще раз здесь посмотрим, что было. Ну, в спину, да. Ну, все в рамках борьбы, но такой болезненный. Тычок получила Асэм Каражанов, 25-й номер. Да, и все-таки бригада медиков появляется. Появляется. Я так понимаю, что паузы на водопой не будет. Достаточно жарко, но, видимо, организаторы матча посчитали, что недостаточно для того, чтобы... Или все-таки пауза. Или все-таки пауза. Да, пауза в игре, и... Обычно по середине тайма это делается, как мы привыкли. Но здесь вот решили полчаса подождать. И дать возможность девушкам передохнуть, послушать главного тренера. И вот мы видим здесь штаб арсенала. Прямо по нашей комбинаторской позиции. Если постараться, то можно расслышать, что они говорят. Но я в наушниках, поэтому я ничего не услышу. Я не думаю, что Йонас Эйдоваль сейчас будет что-то менять. И вообще какие-то коррективы вносить. Наоборот, скажет, все в порядке. Продолжаем. Ну, с погодой сегодня действительно не подфартило. Вот хотя бы, если завтра матч проводился, то были бы совсем другие условия для игры в футбол. Здесь же приходится мириться с тем, что есть. И солнце еще высоко находится прямо над футбольным полем. Искренне надеемся, что к матчу Локомотива все-таки станет не столь душно, не столь жарко. И, конечно, нашим девчонкам пожелаем удачи. В матче с ПСВ. Заканчивается пауза. Встреча будет возобновлена. Извиняюсь. Мяч у Арсенала. И, пожалуй, это главная фраза первого тайма. Мяч у Арсенала. Какая ситуация для номинальных гостей. Беспросветная. Ни одного удара по чужим воротам. Чужим воротам. Один только был подход. Но и то, который завершился падением. В штрафной площадке Мануэлы Цинцбергер. И мы ее фамилию второй раз называем по ходу репортаж. Я думаю, что это достаточно красноречиво. Для того, чтобы понять, как у нас матч протекает. Другое дело, что ожидал ли кто-то другого? Пожалуй, нет. Здесь снаружения правил также не было. И заброс вперед. Здесь нга-манга. Должна соперница напрягает. Но это очень тяжело сделать. Потому что она там абсолютно в одиночестве. И два центральных защитника Арсенала. И еще полузащитник в лице опорный. И полузащитник в лице Фридем Манума. Такой треугольник создают. В котором она буквально теряется. Конечно, не бермудский треугольник. Но такой свой. Лондонский. Норвежский, английский. Есть такие точечные корректировки. Юна Сейдоваль вводит. Своей команде подсказывает кому как двигаться. Ну и сказал, что не теряем организации. То есть ему важно, чтобы команда выполняла план на игру. Снова Монум. Литтл. И еще одна передача вперед. И вот здесь уже пробить не позволили Мане и Бабучи. И Бабучи. Но подбор. Очень важно собирать подбор у своей собственной штрафной площадки. Но этого не получается. У Гжетпеса и прострел. Передача. Была остановлена. Ну и кому мяч водить? Посмотрите здесь. Здесь Инга Минга и Мбен Гоно. Чуть-чуть повыше поднимаются. Они вдвоем. И удалось мяч вперед прокинуть. А если убежать? Получится ли? Сторансон уверенно. Корпус ставит. И просто выигрывает. Но нужно бороться. Прессинговать не позволяет так просто Арсеналу выходить со своей половины. Но это, пожалуй, я выдал желаемое за действительное. Потому что из-под этого прессинга канонерки выбрались очень просто. Ну и Сторансон свое единоборство выиграла. Не позволив соперницам там что-то создать. Вот здесь надо беседу разъяснительную провести. Потому что, ну, не стоило так идти агрессивно. Никити Перес. Но при этом похвалил ее блажный тренер. И сказал, отлично. Excellent. То есть рад он, что вот его... Его футболистки, даже выигрывая по ходу матча, с учетом 2-0, все равно заряжены. Это очень важно. Вообще тренеры не очень любят счет 2-0 в свою пользу. Честно говоря, я не очень понимаю, почему. Ну, вот как ходит по вере, что выигрывая 2-0, если при счете 1-0 ты еще продолжаешь быть сконцентрированным. Потому что любой гол, один гол может случиться из ничего. То вот 2-0 как-то расслабляет. И ты уже, грубо говоря, выпадаешь из игры. Один мяч пропускаешь. Соперник на ходу. А ты теперь его как бы должен догонять. Ну, такой себе, конечно. Здесь на любителя. Кому как больше нравится. Я в счете 2-0 в твою пользу ничего плохого не вижу. Опаска это другое дело. Всегда надо быть сконцентрированным. Но об этом как раз главный тренер Арсенала своим и говорит. По поводу Соренсон я хотел сказать. 28 лет ей. Пожалуй, это тот случай, когда женский возраст можно произносить. Ничего там зазорного нет. Двукратная чемпионка Дании в составе Бронбю. Финалистка чемпионата Европы 2017 года. Вот каково ей с Медемой в одной команде играть. Да, наверное... Наверное, очень хорошо ей играть в одной команде с нападающим, который забивает. Оп, есть прямой. Есть прием. Ну и наблюдала за тем, как... Анна Паттон, прежде чем мяч принять, успела посмотреть назад, посмотреть вперед. Здесь можно подниматься. И только после этого приняло решение, что надо мяч принимать и играть дальше через партнера. Голова должна быть наверху. Смотреть, что на поле происходит. Прострельная передача. И капитану GPS Анастасия Власова этот мяч прервала. Атака там Перес открывалась и вполне-вполне могла этот мяч в ворота переправить. Седьмой огловой Арсенала. Но вот именно с угловых никаких опасных действий я не помню, что бы у нас происходили. В основном Арсенал именно за счет комбинации вокруг штрафной площадки какие-то опасные моменты создает. Подальше. Снова в центр штрафной площадки. И здесь удар последовал. Но этому удару явно не хватило точности. Мяч полетел совсем мимо. Это Анна Паттон. Очень активно она в игру вошла. Напомню, по ходу первого тайма она заменила Шарлотту в Абенмой, которая получила небольшое повреждение. Довольно атакующая схема у Арсенала. При четырех защитниках. Три полузащитника и три нападающих. И по сути в нашем матче обороняются только два центральных защитника. Ой-ой-ой. Вот здесь такой неприятный стык. Фриде Моном правила нарушает. Но Айгерем Аман Гилдуй быстро поднимается. Так вот, два центральных защитника. Центральный полузащитник это Фриде Моном. А все остальные игроки у Арсенала атакуют. Два полузащитника крайних, три нападающих и также фланговые защитники также активно подключаются в атаку. Ну вот такая попытка со штрафного сразу же мяч переправить в чужую штрафную площадку, но на вес не получилось. Нужно было перебивать группу из первых игроков соперника для того, чтобы момент какой-то получился. Но этого не случилось. Поэтому, собственно, и этот момент ничем не завершился. А вот здесь, а вот здесь что, высоко ногу подняла, да? Нга-минга, и поэтому матч остановлен. Ну вот говорит она Арбитру, пожалуй, за тот первый эпизод, когда ей показалось, что ее сбивали. Мне так не показалось, честно говоря. Там Соренсен правильно позицию заняла. Собственно, какие-то там притязания на пенальти, пожалуй, были беспочвены. Очень здорово в касании мяч ходит у Арсенала. Перес. Есть подача. Здесь уверен, но подбор надо забирать. Вот здесь он гам-минга. Борис, Борис, Соренсен. Была первая на мяче, но вот здесь тоже надо побежать. Менгуно бежит, бежит, бежит. Но Цинбергер очень спокойно выходит из ворот и здесь уверенно ставит спину капитана Арсенала. Ким Литтл. Выступала она уже за Арсенал. Я говорю о Ким Литтл с 2008 по 2013 год. И чемпионка Англии в составе Арсенала в 2018-2019 годах. Более 135 мячей у нее забито за Арсенал. Очень хороший показатель. И здесь подача уже почти на пустые ворота. И удар у... Снова Перес была, да? Никита Перес очень активно. Смотрим. Медема. Передача и Перес. Ну, здесь было сопротивление. В лице Фатимы Сатыгалиевой. И удар таким акцентированным не получился. Ну и хорошо, что не получилось. 2-0. Это счет, который сохраняет шансы к Житпесу. Хотя пока не очень понятно, за счет чего казахская команда собирается отыгрываться. Совсем скоро у нас перерыв, да? Через уже меньше чем... Через 5 минут. И, пожалуй, эта пауза нужна будет. Окжет Песу. Уайт Пайм Жамантаева будет работа. В перерыве нужно будет срочно что-то менять. Напомню, победитель этого матча сыграет с победителем пары Локомотив в PSV Эйнтховен за право играть во втором раунде Лиги Чемпионов. Там уже своих соперниц ждут французский Леон, немецкий Вольфбург, Манчестер-Сити, английская команда, пражская Славия, шведский Русенгорд и мадридский Реал. И во втором раунде уже будет 10 команд, разбитые на 5 пар. Два матча дома на выезде, и кто-то из них, из этих пар, 5 команд, отправится в групповой этап Лиги Чемпионов. До этого пока еще долго. Для этого нужно из первого раунда выходить. А вот здесь было нарушение правил чуть раньше. По ногам досталась Ноэль Марец. правого защитника вот сюда занесло, на правый фланг атаки. Но я говорил, что защитники Арсенала, не чувствуя сопротивления, высоко поднимаются, и тем самым добавляют количество в атаке, добавляют широты в атаке, растягивают оборону соперника. И вообще современный футбол без подключения защитников, пожалуй, сложно представить. Мужской только уж точно. Пошла подача. Акцентированная подача, удары. Такое ощущение было, что все, мяч уже опускается в ворота. Неужели это снова Анна Паттон била по воротам? Ее нам показывали крупным планом. Пожалуй, что она и была. И такое ощущение, что Айтадж Шарифова уже ничего бы не смогла сделать. Еще раз смотрим. Прекрасная подача от Кэти Маккейб. И действительно, вышла на замену. Анна Паттон била по воротам. Никто ей не мешал. 12-й удар по воротам. И здесь еще одно нарушение правил. И разъяснительная беседа от Катаржины. Листейкий сэк. Жесткая игра, но не грубая. Желтых карточек показано не было. И, пожалуй, что не было поводов. А тем временем Йонас Эйдова, главный арсенал, похвалил Фриду Моном. Своего опорного полузащитника. Действительно, отцементирует середину поля. Вот здесь уже неплохая передача. Как казалось, мяч в руках у Мануэла Эйценбергера. Но и здесь кому-то осталось. Снова на газоне игрок Кокжит-Песа. Катерина Шарнелем-Бен Гоно на газоне. И она пока продолжает лежать. Не поднимается. И Анастасия Власова провожает мяч за пределы поля. И вот сейчас подсказывает главному арбитру, что там лежит игрок. Но уже поднимается Катерина. И первый раз ей уже достается в этом матче. Помните эпизод с заменой Шарлотты Вабен Мой? Вот там было столкновение как раз именно с Катериной Мингуно. Но она сумела матч продолжить. Сторансон. Центральный защитник. Играет левее. Кэти Маккейп. Ей досталось. Здесь нарушение. Ну, такое, пожалуй, фолл отчаяния. И не понимая Сторансон, зачем это делать. Я уже без мяча, говорит Анат. Вернее, моя партнерша по команде уже без мяча. Зачем ее бить по ногам? Это уже больше от отчаяния, скорее всего. Потому что 45 минут бегать за мячом, ну, это такое себе занятие. Все мы прекрасно знаем, что... Кто играет с мячом, тот практически не устает. А тот, кто за ним бегает постоянно... Как раз выматывается, учитывая еще и погодную составляющую. У нас закончилось основное время первого тайма. И к нему добавлено 5 минут. Ага. Ну, остановок было достаточно. Во-первых, и замена была в составе Арсенала. И травмы, различные столкновения. Много раз у нас медицинская бригада появилась на поле. Поэтому, пожалуй, имеет место быть. Ну, вот в кое-то веке у нас нарушение правил в атаке у Кжетпеса. Да, то есть англичанки вынуждены правила нарушить. Своими активными действиями Винга-Манга заставила англичанок пойти на нарушение футбольных правил. И здесь тоже достаточно бесхитростно. Опять подача, но прямо в руки Мануэля Цинцбергер, который, пожалуй, на предматчевой разминке напрягалась гораздо больше, чем в матче. Но это в том числе заслуга и пулевых футболистов, которые просто не дают соперницам вообще что-либо сделать у своей штрафной площадки. То есть надолго с мячом Кжетпес на половине пули Арсенала не задерживаться. Анна Паттон, посмотрите, какое пространство перед ней. Марец. Ивабуче. Монум. И в стенку она обыгралась. В партнерше. Удар. Ким Литл ей мяч оставила. Вот так вот в стеночку они разыграли. И, пожалуйста, Фриду Монум. Хороший удар нанесла. Достаточно плотный, но мяч полетел выше ворот. И Айтач Шарифова это видела. Но разыграно было неплохо. И вот здесь удар, видите, мяч полетел выше перекладины. Ивабуче. Здорово. Асэм Каражанова сыграла в отборе. Ну а что дальше? Бенгуно. Оставила мяч пули? Да, оставила. Здесь нужно напрягать. Соренсен. И дальше. Дальше прессинговать. Прессинговать, но стараться хоть что-то придумать, потому что уж слишком вольготно себя футболисты и Арсенала чувствуют. Здесь не было положения вне игры. Или все-таки было. Но казалось, что было не у Манга, а у Сатыгалиевой. Но нет, это всего лишь показалось. Здесь офсайт зафиксирован. Еще две с половиной минуты команды проведут на поле. И если такой небольшой итог первый тайм подводить, то здесь чудес не случилось. Арсенал с первой же минуты взял мяч под контроль и достаточно скоро уже сумел отличиться. Здесь еще одно нарушение правил. Будь штрафно удар, там недовольна Жансая Казиева. Недовольна тем, что нарушение правил было зафиксировано. Но, тем не менее, фулл был. И первый офсайт, да, у нас матч? Случился. Или второй? Второй. Второй офсайт. Ну, было-было. Здесь досталось Ивабучи. Ман и Ивабучи, пожалуй, лучший игрок первого тайма. Наряду разве что с Ким Литтл. И очень опасный штрафный удар. Здесь целая группа футболисток, но похоже, что Кэти Маккейб будет исполнять. Ну, и после этого эпизода небольшое такое резюме первого тайма и сделаем. Позиция хорошая. Здесь, собственно, 16 метров до ворот. Вот так вот разыграли. И удар в стенку, мяч приходится. Ну, хорошо, что так. Отбились. Отбились. Футболистки угрожат Песа. Но подбор за Арсеналом. И еще один будет на вес. Нет, не будет. Не будет, потому что Беттани Мэтт мяч упустил за пределы поля. Минута остается. Минута времени уже добавлена к первому тайму. И этот тайм, конечно, прошел под красно-белым знаменем. Арсенал с его соперникой превошел по всем показателям. И самое главное забил два безответных мяча. На 14-й минуте что-то матч открыла Мана и Вабучи. А в середине тайма Ким Литтл с пенальти установила вот тот счет, который мы с вами видим. Саннбергер очень уверенно играет ногами основной вратарью сборной Швейцарии и Арсенала. Так, у нас совсем немного осталось. Давайте у запасных поговорим, кто может выйти во втором тайме. Лидия Уильямс и Гермиона Калл это вратарь Арсенала. Анна Паттон уже появилась на поле. Дженнифер Битти, Стеф Кэтли, Кейтлин Фурт и Тея Голди. Собственно, финальный свисток. У нас первый тайм закончился. 2-0 Арсенала выигрывает. Это первый раунд квалификации Лиги Чемпионов в группе, в шестой группе, в которой также, помимо Арсенала и Угжит-Песа, играют ПСВ и Локомотив. Ну и все-таки я начал. Давайте закончу. Какие замены могут быть у Угжит-Песа, Анастасия Хохлова, Оружиана Разбекова. Это вряд ли. Ясмина Мукашева, Аралима, Аренбасарова, Валерия Прохорова, Жасмин Айтмуханова и Армены Хачатрян. Вот такие изменения могут произойти в перерыве. А произойдут ли они, узнаем уже совсем скоро. Через 15 минут вернемся и продолжим. Я вот тоже вот... Я... Ага, тепленько. Перед. Возьмите. И... Я не могу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok